Всем добрый день! Приглашаю вас в мое новое видео. Сегодня будет очень насыщенный влог с домашними делами. Сначала приглашаю вас на наш двор. Погода в последние дни просто невероятная. Вообще хочется что-то делать во дворе. Но у меня тут, конечно, дел непочатый край. И я прямо с утра сегодня решила начать убираться. Сначала на верхнем дворе. И моя задача на сегодня убрать вот этот уголок. Здесь у нас много деревьев. Плодовые деревья есть. Ну а самый главный мой вредитель, скажем так, делатель вот этого мусора, листьев, это большая ива. Она очень красивая. Она дает большую тень. Вот прям на получастка, можно сказать. Но, уходя в зиму, она не сбрасывает все листья. И моя осенняя уборка как бы весной не сильно видна. Вот вы видите, осенью все выгребала. А сейчас весной еще раз выгребаю. А также здесь у нас вдоль всей стены виноград. Такой девичий виноград, который чисто декоративную функцию выполняет. Тоже он сбрасывает листья, ну очень глубоко уходя вот в зиму. В общем, мой план на сегодня выгрести все листья, обрезать кусты, деревья. Все это, весь мусор собрать в мешки. Ну а на фоне своей работы я вам немножко расскажу про наш дом и про наш участок. Живем мы в новом районе города. Это окраина нашего города. Здесь исключительно новостройки. И вообще этому району всего, ну примерно лет 15. Он очень расстроился, застроился. Здесь уже, я не знаю, сколько, наверное, 15 улиц. Они все просто параллельные. На каждой улице по 100 подворий. Ну, в общем, район уже огромный. Очень много здесь у нас приезжих людей. То есть люди, живущие много лет в северных городах нашей страны. Со временем перебираются, как они сами говорят, на материк. Ну, куда-то в среднюю полосу, либо более южные города. И наш город не исключение. Также много приезжают, покупают дома, строят дома. И поселяются на ПМЖ. Думаю, что в нашем районе проживают примерно 50% вот таких семей. Остальные 50% это местные семьи, местные жители, которые также либо покупают дома, но больше строят для себя дома и перебираются. Нам очень нравится наш район. Здесь новые дома, приличные семьи, благополучные семьи. Рядом Сосновый Бор, куда мы постоянно ходим на прогулки. Маршрутка тоже очень близко. Можно добраться до города. Ну, 10 минут и ты в центре города. Ну, это такая общая информация о том месте, где мы живем. Ну, возвращаемся к нашему участку. Он 7 соток по своему размеру. Ну, и вообще все здесь участки в нашем районе по 7 соток. Дом занимает примерно сотку, ну, потому что он у нас в два уровня. Также очень много у нас площадок, дорожек. И я думаю, что земли примерно 4 сотки. Это, конечно, совсем немного, но для меня содержать в идеальном порядке даже эти 4 сотки, но я бы не сказала, что очень легко, особенно если ты молодая семья, у тебя еще дополнительно миллион дел, миллион работ. Ну, а я человек такой, что мне хочется, чтобы везде было все в порядке. То есть я считаю, что если ты обзавелся хозяйством, ты должен управляться с ним. То есть нужно рассчитывать на свои силы, на свое желание, хотение. Если вот у меня дом 180 квадратов, я понимаю, что да, это удобно, это комфортно, но нужно содержать его в порядке, намного больше нужны энергии, сил, чтобы это поддерживать. Также участок. Если у людей есть какие-то животные домашние и так далее в большом количестве, дети – это тоже огромная ответственность. Все, что ты имеешь, это огромная ответственность. За все нужно отвечать и все содержать в порядке. Когда мы сюда заселились в дом, это было 8 лет назад, участок был абсолютно голый, даже забор был частично, там с одной стороны был, с другой стороны не было его еще. Грунт у нас абсолютно непригодный к выращиванию никаких растений, то есть песок, самая обычная песочница. Поэтому было много трудов, чтобы привести его в порядок. Сначала мы спланировали, где у нас что будет, прямо делали проект, рисовали, благо мы сами это все умеем. И согласно этому проекту уже делали площадки, дорожки, беседку, мангальную зону, сарайчик, возвели грядки, затем завозили плодородный грунт и потихоньку, постепенно все сами засаживали разными растениями. Плодовый сад у нас есть небольшой, много декоративных всяких, кустов, цветов, гортензии, хвойники. Что-то покупали на рынках и в питомниках, что-то знакомые давали, какие-то там малюсенькие отросточки, все это выращивалось. Ну, в общем, все делали постепенно. У нас не было ни финансовых возможностей, ни физических, чтобы прямо кто-то пришел и весь участок сразу облагородил, засажал, плитку положил. Такого, конечно, не было, все делали сами. Я вот сейчас вспоминаю, что в самом начале даже времени не было готовые растения посадить. Днем работали, поздно вечером одевали фонарики, вот эти вот, которые на лоб, и сажали с мужем. В общем, я с утра вышла и 4 часа, как говорится, не разгибаясь, казалось бы, малюсенький уголок, а вот столько времени понадобилось, чтобы там мне убраться. Раскапывала из-под листьев уже прямо столько много зеленых росточков, ну, прям душа радуется. У нас в этом году достаточно ранняя весна. Будет очень интересно и мне, и всем моим зрителям, кто смотрит и читает комментарии. Если вы напишите, из какого города вы меня смотрите, какая у вас сейчас погода, есть ли у вас свой участок, начали ли вы там уже какие-то работы, мне кажется, что это очень интересно. Ну, а я в следующих влогах продолжу свой рассказ про участок, про наш дом, про растения, как спланирован участок, что, как, когда и из чего делали. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием на них буду отвечать. В общем, с утра поработала во дворе, затем у меня была запись в парикмахерскую, я ездила подкрашивать свои седые корни. Ну, а после обеда у меня дела в доме. Вчера целый день стирала, сегодня у меня огромная куча глажки. Напишите в комментарии, дорогие хозяюшки, кто из вас любит гладить. Я просто терпеть не могу гладить, но еще больше я не люблю вид неглажных вещей. Поэтому собираю вот так вот целую кучу, затем включаю что-то в ютубе, какой-то сериал или вот, ну, чтобы что-то кто-то мне рассказывал интересное, ну, чтобы как-то отвлекаться. И стою очень долго у гладильной доски. Но, как показал опыт, мне так проще, чем каждый день там по две вещи гладить. Стала, все погладила на целую неделю и все забыла до следующей стирки и глажки. Утюг у меня Равента, он уже служит мне верой и правдой восьмой год. Хоть он уже и старенький, но он очень качественный, мощный, отпаривает, отглаживает, все отлично. Ну, я даже столько лет назад покупала его как-то не совсем дешево. Конечно, в планах купить парогенератор. Ну, а на сегодня у меня есть обычный утюг, который вы только что видели. И вот такой маленький ручной отпариватель. Я его просто обожаю. У меня от бренда Борд. Он легкий, маленький, очень удобный. Что немаловажно, длинный шнур, целых 1,7 метров. И удобная подставка. У него очень мощная подача пара. А вообще есть три уровня пара. Быстро разглаживает все заломы на одежде. Я его использую, когда мне нужно привести в порядок, ну, то есть, обгладить, отпарить вещи из деликатных тканей. Ну, например, шерсть, шелк, кашемир. Либо это какая-то блуза с рюшами или с какими-то карманами. Ну, в общем, сложного кроя. Или, например, юбка в складку. Утяжок одинаково эффективно работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. И мне не обязательно иметь под рукой, например, там, гладильную доску. Отпарить вещь можно прямо на вешалке. Так-то часто делает моя дочь утром. Сама себе быстренько что-то перед школой может подгладить. Утяжок отпаривателя можно развернуть на 90 градусов. Эта функция позволяет подобрать лучшее положение для глажки. Как небольших, так и каких-то крупных поверхностей. У него керамическая подошва равномерно и быстро нагревается. Я очень быстро могу приступить к глажке. Особенно это важно утром, когда мало времени. А еще этот утяжок отпариватель использую, когда после межсезонного хранения отпариваю вещи. Пуховики, пальто, куртки. Это быстро и безопасно для вещей. Он максимально компактный и его удобно брать с собой в поездки. Места в чемодане занимает очень мало. Это гарантия, что вся семья будет выглядеть опрятно. Мы всегда так делаем. В общем, отпариватель это уже незаменимый гаджет в моем быту. Напишите в комментариях, у кого есть такой же. А если еще нет, то советую приобрести такой же, как у меня. Ссылка под видео в описании. Дальше будет распаковка. Еще вчера на Валберес забрала заказ. И пока я нахожусь в спальне, хочу заправить в наволочку новую ортопедическую подушку. Купили для мужа. Она пришла вот в такой красивой коробке. И сама подушка в таком сжатом виде. Как только я ее освободила от пленки, она прямо на глазах восстановила свою форму и приобрела нужный вид. Подушка ортопедическая. Наполнитель там анатомическая пена. То есть она с эффектом памяти. Я давно сплю на ортопедической подушке. Она у меня уже старенькая. Но это, конечно, более современная. Мне кажется, что она более удобная. Эта подушка обладает анатомическими свойствами и разработана специально для поддержки шеи и головы во время сна, ну или отдыха. Она помогает во время сна за всю ночь расслабиться, избежать неприятных ощущений и проблем со спиной. Здесь съемный чехол. Это очень удобно. Его можно всегда освежить. А еще, что мне очень нравится, что размер подушки 40 на 60. Наволочка 50 на 70 отлично подходит на эту модель. Моя старая ортопедическая подушка, даже не знаю, какого она размера, но она намного меньше, чем стандартная наволочка. Я просто с ней замучилась. Но эта подушка просто идеальная и по своим размерам, и по своим функциям. На ней удобно спать как на спине, так и на боку, и даже на животе. Смотрите, как идеально на нее садится стандартная наволочка 50 на 70. Вот, для сравнения, справа вы сейчас видите мою ортопедическую подушку. Она намного меньше. Я, как уже сказала, замучилась с наволочкой. Это и некрасиво, и неудобно. Ну, в общем, я теперь тоже подумываю, чтобы купить еще одну такую же подушку для себя. Муж спит на новой ортопедической подушке уже три дня. Очень доволен. Она отлично поддерживает шею, позвоночник и снимает напряжение во всем теле. В общем, хочу себе тоже такую. Я заказывала на Валберис. Продается также и на Озон. Все ссылочки для вас оставлю под видео. И еще заказывала несколько средств для детей с Фаберлик. Хочу вам тоже показать. Для сына заказала два дезодоранта. Один вот такой твердый дезодорант на пробу. Ему очень понравился, кстати, даже больше, чем аэрозольный. И второй аэрозольный от этой линейки. Неплохие, особенно твердый. Очень понравился. И ароматы такие не сильно ядреные, но приятные для мужчины. И еще тоже на постоянной основе уже много раз заказывала и для дочери, и для сына. Вот такие вот полоски от черных точек для носа. Они еще очень классно анатомически выкроены, с такими прорезами. Идеально приклеиваются, ложатся на нос. Ну и хорошо, убирают черные точки. Тут в комплекте четыре штучки. В этот раз взяла упаковочку для сына. Вот приедет с Воронежа, я ему отдам дезодоранты и эти полоски. А для дочи взяла мицеллярную воду. Я и себе такую беру. И ей в последнее время, ей тоже очень понравилось. И вам советую присмотреться. Вообще просто наикрутейшая мицеллярная вода. И еще дезодорант, антиперспирант. В этот раз взяла вот из этой линейки Эксперт. Очень хорошая линейка у Фоберлик. Я много что беру. Особенно по уходу за полости рта. И ополаскиватели для полости рта. И зубные пасты. Великолепные. И теперь вот взяла дезодорант. Я когда собирала подарки на 8 марта для племянницы, ну как бы частью подарка была вот такая вот мочалка с кусочками мыла. И уже прошел 8 марта. Там прошло некоторое время. Юля мне говорит, мама, мне так понравилась эта мочалка. Я тоже бы хотела себе такую. Ну и вот ей заказала. Интересная такая вещица. В общем кусочки мыла в форме сердца. Находится вот прямо внутри мочалки. То есть смачиваешь водой и намыливаешь. Закончила я свои дела в спальне. Полотенчики кухонные тоже все погладила. В большом количестве. Вот складываю на место. У меня есть целая отдельная корзина, где хранятся полотенчики. Потом микрофибровые тряпочки. И фартуки. Да, и еще прихватки. Ну вот все здесь под рукой. Мне удобно пользоваться. Заезжала сегодня в магазин. Небольшая закупка у меня здесь продуктов. Хочу с вами поделиться. Ну, во-первых, сегодня заезжала еще в Победу. Редко туда заезжаю. Только покупаю там определенные товары. А сегодня еще вот попалась мне на глаза вот такая вот миска. Это самая обычная пластиковая миска. Такая достаточно плотненькая. Приятного зеленого цвета. Называется она салатница на 5 литров. Я ее купила, чтобы заменить примерно такую же по объему, по размеру. Миску, в которой я делаю тесто. Дрожжевое тесто, когда ему нужно подходить. Когда нужно, например, вымешивать в миске. Это удобно, когда жидковатое такое тесто. Вот. И моя прежняя такая мисочка, она уже совсем поцарапанная такая, ну, некрасивая. Ну, и вот я купила заменить. Цена, ну, меня очень приятно удивила, 49 рублей. Ну, то есть, понятно, что тут, да, и миска такая, как бы, ну, максимально простая. Ну, и цена. Мне кажется, сейчас буханка хлеба стоит, смотря какая буханка, то еще и дороже. Ну, вот такая, вроде как, хорошая мисочка. Будем с вами дрожжевое тесто делать. Дальше, что еще я покупаю в Победе? Если я туда заезжаю, повторю, что достаточно редко это делаю. Я покупаю там, ну, во-первых, вот такие вот конфетки, шоколадки, как их назвать, не знаю. Одна штучка 11 рублей стоит. Нам нравится такое лакомство. Здесь внутри пористый шоколад. Такой на вкус неплохой, не знаю, что там по составу. И здесь, значит, две вафельки такие хрустящие. Ну, в общем, к чаю одну взять, прекрасно. Ну, и вот я всегда беру, это уже подъели вчера за вечер, я не успела отснять. Всегда беру, там, ну, штук 20 возьму, чтоб лежало. И вот такой шоколад бабаевский взяла. Люкс. Тоже там он как-то прям очень дешево стоил, в районе 60 рублей, что ли, или 63, как-то так. Ну, вот взяла три штучки. Ну, тоже, чтобы был про запас к чаю. Дальше. Еще взяла муку староскользкую. Если она мне попадается, я ее всегда беру, хорошая мука. Ну, цена-качество, в общем, неплохая. Взяла две пачки по 2 килограмма. Вот, наверное, в принципе, и все, что я брала. А, да, и еще всегда беру в Победе вот такую колбасу. Чельчисон. Она там бывает разной фирмы, но именно Чельчисон. Ну, я хочу сказать, что она нам нравится. Стоит вот такая вот 300 грамм. По-моему, 230 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, колбаса, ну, хотя бы похожа на колбасу. Она вот имеет какой-то мясной вкус, структуру. Ну, в общем, неплохая. Я всегда беру, даже по несколько батончиков, ну, кладу в свой волшебный ящичек, в котором у меня небольшой запас хранится. Вот. Это все, что я взяла в Победе. Дальше магнит семейным брала. Взяла салат. Такой микс салата. У меня есть огурчики и помидорчики. Хочу сделать свежий салатик. Вот, что-то захотелось. Вот. Дальше взяла десяток яиц. Две сметаны. Затем еще из молочки творожный сыр. Две пачки творога. Я уже говорила, как-то еще повторюсь, что вот такой творог Иван Поддубный часто бывает со скидкой. Ну, вот у нас в магните семейном прям вообще практически постоянно, когда я хочу его купить. Ну, вот я всегда беру 2-4 упаковки на выпечку. Он отлично идет на сырники, на вафли, на кексы. Так что вот всегда беру. Взяла тоже будем что-то печь. Взяла майонез. Совсем дома закончился. Ну, чтобы было на всякий случай. Затем две бутылочки молока взяла. Бекон взяла. Хотя я вот постолька мало не беру никогда. Я стараюсь брать большую упаковку. Ну, вот что-то не было в наличии. Обычно я беру полкилограмма. Вскрываю упаковку, по пакетикам делю порциями в морозилку. Если мне нужно, я беру порцию и использую в какое-то блюдо. Ну, взяла, ну, чтобы хочу сделать рулетики, маленькую упаковку. Затем взяла упаковку большую чай. Мы любим именно вот этот чай, Тесс Флирт. Больше всего он нам нравится. Постоянно беру. И еще взяла консервы. Тоже мне прям как-то опустела моя мини-кладовочка. Что у меня тут? Кукурузу взяла одну. Две банки горошка. Была прям с хорошей скидкой. Вот этот глобал. Вроде неплохой горошек. Две баночки взяла. Сгущенки взяла вареную. Варенку. Одну баночку. Сардину взяла одну баночку. Шпроты. Вот такую иваси. Доброфлот взяла. И вот это тоже по скидке была. Оливки фаршированные пасты грибов. Ну, тоже решила взять. Поставлю в свой запасник, в свою кладовочку. Ну, такая небольшая закупочка продуктов. Да, забыла еще показать вам сок. Практически никогда вообще не покупаю сок. Ну, в общем, как-то я ему не доверяю. Там один сахар. Вот. Ну, вот что-то был тоже по большой скидке. Не знаю, что мне привлекло. Банка стеклянная. В состав, в принципе, неплохой. Написано в составе. Грушевый сок, грушевое пюре. Ну, в общем, взяла. Думаю, что выпьем. Ну, вот и все. Такая вот у меня небольшая закупка продуктовая. Разложила все продукты по местам. И осталось мне еще одно маленькое дельце на сегодня. Хочу посадить лук на зелень, на перо. Взяла вот такой вот лоточек. Насыпала. Это у меня не грунт даже, а кокосовый субстракт. Немного смочила водой. В контейнере у меня на дне несколько дырочек. И в холодильнике откопала. Еще с прошлого лета у меня лежит вот такая вот сеточка с луком. С сивком. Лук-сивок. Он уже тут в большом количестве испортился. Я вот хочу его пересмотреть весь. И тот, который еще в нормальном состоянии, посадить. Но я понимаю, что мне не хватит его. Поэтому выбрала из своего лука, который мы используем в еду. Самый меленький. И тоже хочу его сюда посадить. Буду надеяться, что у меня вырастет прекрасная зелень. Ну а вообще уже примерно через месяц можно на грядке сажать все на свете. И зелень, и лук, и все остальное. На сегодня я буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, вы досмотрели его до конца. Вам он понравился. Вы замотивировались, либо как-то отвлеклись. Вы поставите мне лайк. Подпишитесь, кто еще не подписался. И напишите комментарий. Всем пока и скоро увидимся.